Привет, народ! Снова мы с вами и слышим сейчас призыв к молитве. Мы идем гуляем на Набережный Крик. Просто это круто. Мы в Дубае. Так классно сделали. Действительно, такое впечатление, что вы чувствуете, что мы в старом городе. Давай, покрутимся на месте. Вроде и понятно, что это все новенькое, но классно, классно сделали. Ощутили, что вы в древнем Дубае. Здесь нет небоскребов рядом, нет чего-то такого современного. Это Дубаи Крик. Самое, наверное, старинное древнее место. В городе Дубаи. Да, в городе Дубаи. Прекрасном и интересном городе Дубаи. Давай, сейчас покажем вам набережную. Это рядом мечеть. А посмотри, какая она длинная, набережная. Да, набережная просто огромная. Сейчас 7 вечера, народ. 7 вечера. Еще так липко-жарко, что я могу сказать. Почувствовать дух Дубаи, приезжайте сюда. К вам? Не ожидали видеть такого? Ожидали небоскребы? Ну ладно, пойдем сегодня прогуляемся по набережной Крик. Пойдем. Народ, ну вот какая набережная Крик. Очень мало людей пока еще, да. Потому что в связи со сложившейся ситуацией очень немногие едут путешествовать. Ну, надеемся, что скоро вся эта ситуация закончится. И все будет хорошо. Вот такие лавочки здесь есть абсолютно безвозмездно. Можете сесть и наблюдать. Сейчас вообще все будет в огнях, в иллюминации. И уже не будет казаться, что такое какое-то только песочное древнее здание. Не-не-не. Уже будет очень красиво. И уже будет чувствоваться, что это Дубай. Кстати, здесь очень много музеев находится. В одном из них мы были. Мы были в музее парфюмерии. Еще здесь есть археологический музей. Музей набережной Крик. Это же дом, по-моему. Дом монет, по-моему, в котором мы были пару лет назад. Дом женщин. Что это такое тоже? Музей женщин. Тоже история. Где-то он находится. Мы ходили. Но я не знаю. Да, так что, в общем, здесь очень много имен и древних достопримечательностей. Древних. Перейдю. Сейчас переведу. Может, там надо присесть. Вот здесь очень много в этих вот зданиях и в закоулочках. Очень много музеев. Очень много историй. Вон до конца набережная на уходе. До этого моста. Сейчас даже, наверное, увеличу. Кстати, насчет моста. Мы думаем, что это мост. Но, честно, 20,5 года назад, когда мы последний раз были в Дубае, здесь ничего такого не было. Ну, молодцы. Дубай умеет удивлять. Эмираты умеют удивлять. Вот ребята на роликах катаются. Прикольно. Поставили фишечки. Ну, здесь комфортно очень. Комфортно. Все для людей. Вот, наверное, ты думаешь, здесь этот? Мне кажется, здесь. Дом шейха. Почему шейхи? Шейха. Ага. Вот месяц красивый. Здесь и на велосипедах катаются, и на скутерах, и вообще, и на роликах, и гуляют, и бегают. Единственное, что, конечно, очень жарко. Нормально. Уже нормально. Уже нормально, но как? Ну, 35, нормально. Ну, солнце уже ж не палит так. Ну, народ, 35 для нас уже нормально. Мы уже привыкшие. Берите с собой водичку, одевайте бандану, чтобы вы не сгорели. Мажьте с кремом и... И тоже привыкнете. Ну, давай цены покажем, посмотрим. Давай. Вот. Кафетерия, да? Что у нас здесь? Какие вообще цены могут быть? В Дубае непонятные. Тут какие-то цены. Вот вермишелька есть. На индийском, да? Написано. Hello, hi. Вот такие индийские вкусные штучки. Блин, цены не покажем. What's your price? Price, price. Very simple. What do you want? Понятно. We want to see a price. Короче, надо спрашивать. В общем, надо спрашивать. Цен нету. Ну, обычно такой вот пару дирхам стоит. I don't know what is Kuzburi. It's something sweet? Sweet? No? No, no, spicy. Salt. Ah, salt? Может, это такое вкусное индийское соленое? Лимон, paper, no. А what is it this? Если Наташу какая-то еда. Kuzburi. We don't know what is Kuzburi. Amla, amla. Amla, amla. And in English, no? Kuzburi is English. Kuzburi is English? Okay. We will try to search in vocabulary. Okay. Now I'm going to search for Tataša already. Now I'm going to search for Tataša already. You are from where? You are from where, my friend? India. India. We were in India. Kerala. Kerala. It's down, down, south of India. Oh, we know this resort. We know Kerala, but we haven't been there. It's a very expensive resort. We go to Nagoa twice. K-U or K-U? Now Tataša just knows what it is. No, it's just interesting. Bary means it's... It's a kind of fresh there. It's fresh? Yeah. How much fresh? 6 dirham. Fresh всего лишь-то. 4 dirham and 6 dirham. That's why it's expensive. There is no such expensive drink. There's nothing here. Here, in principle, it's all available. You can buy yourself 4-6 dirham. Tataša just laughs and says, she says, she doesn't know anything. крыжовник вау это крыжовник это большой да это крыжовник да он называется это большой крыжовник это крыжовник круто вау не хотим а фреш хочешь попьем что-нибудь просто пить нет все мальчик просто дает наш попробовать сэнки а ну давай а ну покажи покажи чтоб сейчас переведу спайся нормально классно вот давай да хочу конечно давай не там и это косточка но классно классно мне понравилось давай я хочу косточку ставить короче это большой крыжовник кузбери надо перевести как он называется фунтер вот щас мне там это за это вайли так что вообще саньки в разор мэйлон мэнга манга 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 да да ты что хочешь не знаю а что это вот такое это больше крыжовника больше ничего не хочу манга да у нас есть денежки да денежки есть давай возьмем мангу потому что а тебя есть а у тебя есть деньги потому что у нас карточка на и куда еще хочешь а не знаю что хочу народ чтобы вы взяли здесь я просто не понимаю что это арбузные все мелан возьму все арбузные я хочу на берем два фрешика у мальчика эти арбузные фреши перевоз попробовал как раз в инде народ это классно не понравилась эта штука это так вкусно это такая я змей горыныч сейчас понимаете это такая классная закуска все успокойся успокойся вот зачем же ты дышишь это ртом еще и в маске дорог прикиньте короче мне понравился бодры и оздоравливает а мне трубочку не дали а сейчас сдачу даст мангу стоит 10 дам а мой сколько стоит не знаю сейчас знаем по сдаче это точно манга что-то мне кажется что это как классик какой-то вещи вкусно ну это манга шейк это шейк мне нравится у меня арбуз сейчас наверное просто будет арбуз мне кажется но если бы он так не отдавал курска это я не скидываюсь это водичку живо мальчик смеется хорошая штучка конечно на 1 достаточно наверное все таки я в силу это сделать так возьми давай куда не прикройте это да потом может быть теперь я уже буду знать что они его маринует так англисон стик 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 ну стики сколько нас туда 20 мне дал 30 вольт 50 80 значит 20 по 10 по 10 подержи когда я спрашивала говорил что 46 ну по 10 дирхам принципе нормальность на осмотрение тоже такая цена я спрячу сына взяли мы фрешек стоит один 10 нас не будет лавочка прицелем арбузный вкусный если тогда можно приступить на нашу краска даты проживешь я пойдемте просто освежает особенно после этого крыжовника это же есть он даже такое любят это был же слушайте класс ну как закусончик после кое-чего да неожиданно неожиданное сочетание и чувствуется как ягода но крыжовник наш да он же маленький там косточки маленькие а тут косточки наш крыжовник показали ей выбрисовую косточку не показала ну такая плотная ты сказал что возьмешь и посадишь меня то есть вообще классная вещь наверно жажда утоляет но солененькая так хорошо маринованная и такая острая он такая острая что у меня там слезы покатились сразу я стала чихать и кашлять я вспоминаю он продается вот этот крыжовник только он как он сказал касс бери ну короче бери поскольку гусбери называется я вспомнила не касс бери гусбери гусбери ну народ вот такая вот набережный крик вкусненького как можно всякие милкшейки гуляешь ездишь на роликах общаешься с разными продавцами вообще с разными людьми и дубай очень тусовочный город увидели видео когда просто я снимала наш отель когда вас не селили мне просто человек помахал такой а халаю из машины там давай тусить едем там девчонки здоровались возле лифта 4 утра таки то пошли тусить блин мы только приехали народ подожди дайте нам поселиться сначала а уже не приглашают на уже не приглашают мы просто в 4 утра уже не выходим мы спим в 4 утра поэтому нас не приглашают сейчас свайпаю камеру лодочки лодочка поднялась но раньше на абре было прокатиться дирхам чик посмотрим фольгулочные кораблики здесь все есть давайте еще увидите что вы посмотрели увидите не курить штраф а штраф будет как пенальти да как футболе пенальти 300 дирхам приличным скажу вот такой вам дубай дубай крик ночной красивый ночной дубай красивый еще все еще дальше идем уж покажем ночную жизнь обычного на дубай все я уже попила с пойдем к лодочкам ближе и снова включимся да это грузбери будет все еще обсуждаем наш вкусный крыжовник после которого у меня все еще текут сопли и прогуливаемся по набережный крик сейчас попробуем найти арбу и переехать на другой берег возможно даже еще успеем попасть на какой-то из рынков может на золотое может на рынок специй и красивые отражения просто мой красота дубай ты не перестаешь удивлять вообще посмотрите просто иногда даже на моем телефоне немножечко расплывается камера вот все время стоят здесь кафешечки здесь очень популярно выпить чайку и покурить кальянчик ну и кофе по баран что же здесь кальянчик сидели курили пока один раз наташа влияние кальянчик не покурила и плохо это было такое ну знаете мы таким не увлекаемся но после этого случая вообще кальянчик больше не курю а кофеек и чайок пьем да кофе ты чайок пьем так что в этих кафешках кстати сейчас странно очень пусто покажу очень рабочий день просто но выходные здесь вы не сядете просто не сядете ну теперь идемте свернем в улочку кстати все почему-то думать что дубай это бутики 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 не дубай вот завернул и ты уже в районе или индийском или пакистанском или филиппинском вот она оживленная торговля здесь ну так можно обойти да давай посмотрим о магазин сладости кстати это он не да идем сюда у повезло народ вы делают покупать сувенирчики можно здесь вам если попробовать и дадут вы и найдитесь и здесь сильно будет качество и обожаю эти конфеты это просто вкусно тень гантаж не смотри что хочешь а я покажу конфеты конфеты очень вкусные самые вкусные с клиниками когда финики просто накладывает вам ключ и взвешивают и вот просто вы уже в цену видите а вот такую конфету по-моему мы в украине видели ну почему а вот же наш рашеновский хорошая ой камешки смотри реально как камешки вот эти вот вкусные конфеты хотела вам показать вот такие вот смотрите тут внутри финик апельсинка тут разные комбинации я помню когда еще в дубае не было мне друзья привозили конфеты и очень вкусно конечно было когда я приехала уж покупала здесь сама прям такой эмиратский подарок пару конфеток возьмете видите с эмиратским флагом и отлично будет а вот джонни крокер или кракер это давно у нас такие конфеты были вообще я помню так ну ладно переводимся к самому интересному вот сушеные сушеные крупные очень вкусные тоже хороший сувенир смотрите чернослив изюмов просто лучшего вариантов туча дальше фига или инжир его называют фига а это что такое маленькая наташ не могу понять тоже маленький инжир выжили санна и финики вот такие вот суховатые не берите они минуты для готовки тогда они вообще как бы ну вы берите мягкие вот такие вот финики вот это вот филипп который нужно брать на сувенир вкусные огромные посмотрите давайте вот мы мой палец покажу и финик посмотрите огромные какие вот эти вот вкусные финики тоже мы по сортам не помним по Но вот ваши сувениры, финиковый сироп, остальные, которые вы обязаны просто привезти друзьям и семье. Вот эти вот финики вы можете купить и в Карифории. Они там стоят где-то 10-11 дирка. Так, дальше идем. Конечно же, спектр. А, орешки я пропустила. Орешки здесь тоже есть. Очень популярные разные, кстати. И соленые, и жареные, и вот орешки с чили. Я после этого крыжовника уже не хочу никого чили. Вот, а это, помните, есть корица, а есть кассия. Это вот кассия, потому что она и вот это закрученная. А это тоже кассия. Мы рассказывали это в нашем видео про масалу чая. Посмотрите обязательно. Такой орешек, кстати, здесь самый дорогой. Наш грецкий орех. Один из самых дорогих орехов. Вот еще. Даже кокосик есть. И есть специи. Конечно, специи очень тоже классный сувенир из Эмиратов. То есть, самые-самые-самые-самые любимые, безумные. И вообще, тут вы специи найдете на свой вкус и кошелек, не волнуйтесь. И конфеты снова. Вот такой магазин. Вот. Мы обычно заходили с той стороны. Я очень рада, что мы у него попали. Я хотела вам показать его. Именно этот магазин сладости, который мы пробовали и покупали. Ну, за качество здесь отвечаем. Слушай, что хочу сказать. По ценам, мне кажется, я не помню. Но мне кажется, здесь будет дешевле, чем на рынке специи. Покупать специи. Какие-то там, если выходить орешки. То есть, будете на дереве, вы поняли этот магазинчик, вот заходите сюда. Очень прикольно. Не знаю, может, у тебя будет каких-то конфеток у тех вот. Хотя бы и цены покажи. Я хочу вот с финиками апельсин. Давай. Давай попробуем, просто очень хочется какую-нибудь конфетку попробовать. Потому что я знаю, что невкусно. Вот такие именно. Я хочу, наверное, вот это вот. Ну, это будет вот оболочка. Видишь, она будет просто как бы апельсин. Сколько ты будешь? Давай, две таких возьмем. Давай, две таких, две таких. Не знаю, не важно. Сейчас возьмем шесть разных конфеток. Вот таких вот еще, смотри. А смотри, а там еще будет. Еще, смотрите, есть с шоколадом, с апельсином, еще с шоколадом. Только они разные. Шоколад и какой-то такой шоколад, непонятно. Ну, это оболочка будет. Я понял, она шоколадника не хочу. А вот, смотрите, финики в шоколаде тоже. Ох, какой, какая конфетия еще просто. Вот, смотри. Вот еще финики в кокосе. Еще финики в чем-то. А, смотрите, кстати, в чем Орео? С коричневыми ощущениями. С коричневыми ощущениями? Ну, коричневыми. Может, такое не будем брать. Это с корицей у тебя. Чего? Я хочу это. О, вот. Мальчик сейчас будет упаковывать. Сколько? Я хочу вот эти две. Хорошо. А ты сколько? How much this? This one 30. Соти. 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 This one 25. Эти 25. А вот тебе вот дальние 45, да? Так, что берем? Вон тебе кулечек. Давай, ты бери что хочешь, потом я возьму что я хочу. Я пока попрошу, я возьму разные. А, ну, он рассортирует, я тебя умоляю. Это с лимоном, а это с апельсином. Смотри, с лимоном есть. Хорошо. С апельсином и с шоколадом. Я хочу три, все. У меня из одной кипы. Вот эти вот самые дорогие. Но я такие не хочу. А мы это не 200, я хочу. Это по 25, он говорил. Да. А я выбрала вот себе. Ой, нахуй. Стой. Стой, стой, стой. Ты еще один? Да, да. Он же свесит, наверное. Наташа не хочет в мои пеники класть. Нет, не хочу. К себе в пакет. Это что ты взяла? Лимон, апельсин и шоколад. Вот еще какой-то красивый. А, вот это апельсин, лимон точно. Сейчас посмотрим, сколько у нас залезет. Наташа или конфеты, а сколько у нас? И апельсин. Куда было? Апельсин. Да. Ты сколько у тебя конфет-то? Апельсинка, лимон, да. А вот это есть. А, я поняла. У нас вот эти конфеты Наташа кладет в один кулечек, а вот те вот у нее во второй. И делиться она точно не будет. Откуда делиться? Все, ну давай будем взвешивать. Так, я кладу, сколько это будет стоить? Четыре конфетки. А это сколько у тебя конфеток там? Раз, два, три, шесть. Шесть конфеток, а это под 25. По-моему, 115 грамм. Все, сейчас мальчик отнесет. А сколько вот это стоит? Весь миллион. О, это тоже вкусная тема. Хочешь? Ну, не знаю. Если чтобы оно свеженькое было. А может, вот это вот, это вкусное. Ну, это нуга. Ну, такая, знаешь? Ну, вот это вот. Ну, это вот свеженькое, вот это вот мягкое. Вот таких можно парочку еще взять. А здесь how much? О, вот это хорошо. А это по 25. А дай мне это. В общем, народ, сейчас тут накупим конфет. Потом есть не будет. Не, будем, конечно. А что мы возьмем? Вот это вот? Я хочу вот такую, потому что она и зеленая, и вот эта. Вот мне одной хватит. Да? Да, мне одной хватит. Чего? А, так смотри, это разная. Я хочу... А это же цена, да? Да, такая же цена. Я хочу... Что еще взять? Да, все, мне хватит. Ты себе зеленую взяла? Да, я себе зеленую с белым взяла. И я себе зеленую с белым взяла. Так, ну я цены пока не поняла. А, сейчас мальчик нам даст. Да, 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 все. Все, посмотрим. Все, запаивает наши конфетки. И мы сейчас расскажем, потому что я не поняла, это цена за 100 грамм была или за килограмм просто? За 100 грамм. Куда идти? За 100 грамм, ну понятно. И еще раз запаял. Ну что, совсем, чтобы мы не открыли? А я не знаю. Это за килограмм. Всего 2,75. Класс. Это 4,38. А это 2,88. Народ, это от цены ни о чем. Ну, как... Do you need cash or card? Cash or card? Cash or card. Твоя это, твоя это. Ну, просто, иногда же люди только кэш предпочитают. Все, народ, цены адекватные. Это за килограмм цена. А, и вот такая одна конфетка уже порадует вашего коллегу. Ага. Ага. 10,15. 2,70. Как за все? 2,70. 10,50. Да. Отлично. Это очень классно. Че ты бежишь? Ну, че. А, чек. Так он кинул чек. Вот один. А, это чек есть? А. Еще один чек. Ну, все, че, любое. Чек взяла. Народ, классные конфеты здесь. Поэтому мы вам и показали. Они реально вкусные. Они реально классные. Будете здесь, куда-то самое. Ну, этот магазинчик самый популярный магазин. А, ну, сейчас, подожди, он как-то называется? Вон. А. 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 Саади Супермен. То есть у него вход, в принципе, и с напережной, и с внутренней части. Вот мы сейчас прямо пойдем, да? А вот, кстати, вот другие магазинчики, но мы там не были. Вон, такой вот, мануэ трейдинг. Вот он, да. Сделал, увеличил. Вот мы там не были. Просто мы не знаем. Мы не можем говорить, там хорошо или плохо. Мы там просто нет. Может быть, там и хорошо. Вот. Давай. Ну, сейчас у нас конфетки не расплавятся. Ну, ладно, расплавятся. Хороший вариант, жара вообще. Ладно, гуляем дальше. Продолжаем гулять мы по Дерри. Видите, вот такие башенки. Они находятся везде. И это тоже наследие. Это часть наследия. Где-то они... Сколько лет назад. Ох, блин, перейти не можем даже. Не, ну, ребята, мы застряли просто здесь. В общем, с башенками фоткаться можно. И они часть деревни наследия. Вот, наконец-то я это выговорила. Просто мы перейти не могли. Мы так переходили просто стрёмно. Да, народ. А сейчас мы попробуем сесть на древнюю лодочку. На Абру. А вон туда вот мы. Идем к мальчикам. А ну, идем. Нам нужно на другой берег переплыть просто. Ох, отлично. Нас зовут, пошли. Абра, да? Спасибо. Спасибо. How much today? How much? One. Still one. Спасибо. Все еще один дирхам стоит, народ. Вообще, вообще ни о чем цена. Иди, Гина, Аташ, иди, иди, иди. Главное, зайти на лодочку. Оп. Сейчас поплывем по такой, знаете, немножечко страшной черной воде. Вот, Наташа села. Садимся. Достаем дирхамчики. Да. Достаем дирхамчик. Я не помню. Я не помню. Я не помню. В красоте сейчас поплывем. Давай нас. Снимайте нас. Да. Буду нас снимать. Всего лишь? Один дирхам. Сколько лет один дирхам. Все еще один дирхам. Это где-то 30 центов примерно. Если 3,7-3,6-8, это один доллар. То есть, это на самом деле, это не экскурсия никакая. Это не развлечение туристов. Это реальное транспортное средство с одного берега на другой. Ну, а оно настолько аутентично. Люблю это слово. Видите, сколько людей здесь сидит. Отнюдь не туристов. Здесь все местные. Все, кто знают это. Туристы редко знают и редко могут прийти сюда. Я вам даже больше скажу. Первый раз Наташа боялась сидеться. Она говорит, темно. Мы потонем. Ну, нафига. Я не сяду. Ну, во-первых, мужчины, да, всякие. Да, тут только мужчины и такие, знаете, рабочие такие, работяги. Потому что такая, кто это? Я с ними не сяду. А сейчас вперед. Сейчас нормально. Я хочу на Абру, да. В общем, у нас так все время сводят таких белых обезьянок. И берут, честно, один дирхам. То есть, никто не говорит, что там с вас там больше. Вот он. Два дирхамчика. Сейчас вам все будем показывать. А вот уже, смотрите, вторая лодочка ждет уже в своей очереди тоже. Человек хочет подзаработать. То есть, будет идти собирать с нас. Билетом здесь не дают. Билетом не дают, просто ходит, собирает. Все застрахованы в один дирхамчик. А у нас вот такая вот сегодня прогулочка прикольная. Сейчас нас возьмут. Абилетик. Да, абилетик возьмут. Один дирхамчик. Вот, уже взяли, все. Садимся. Вообще-то так, не захотел посадиться, отсел чуть-чуть от нас. Короче, что, видите, капитан зашел в люк. Все, мы поехали. За поездку 16 дирхамчиков насобирал капитан. Так, скажу, что же нас предстоит. Вода. Вода. Аброчки. Капитан. Видите, он так ведет. В люке. И вот она, набережная Крик. Просто яркая. Яркая набережная. Кстати, странно, что этот отель не светится. Он все равно ярко светился. Серьезно? Неужели обонкротился в эти времена? Не, не, был-был. Я не помню. Ну как, Мерл, берег, это мы в Дубае. Это вообще на другой Дубае. Это не настоящий Дубай. Вперед, на другой берег. Смотри, следующая. Да, уже следующие ребята набираются. Давайте будем показывать вам берег, башенка. Одна из башенок, где нужно фотографироваться. А вон едет еще одна. Вот, сейчас нам навстречу другая Арба едет. Абра. А снова я путаю. Арба, это 4. Класс. Ну так освещение, кажется, вода совсем не темная. Но на самом деле, близко к нам она кажется темная. Ну да. Тут, наверное, шум стоит ужасный. Но в этом-то весь и прикол поездки. Интересно, сколько ехать? Пару минут, да? Да, ехать пару минут. А вон мы уже подъезжаем к другой стороне. Смотрите. Грамчи, говори, Грамчи. Я не слышала. Вон еще Абра едет навстречу. Девчонок везет. Они, видишь, мультируют с разных этих. Если бы мы дальше дошли, то есть из разных точек. Из разных точек. То есть, в принципе, на любой стороне набережной Крик вы можете сесть и за Дирхамчик поехать на другую сторону. Красиво. Мы едем вперед. Это напоминает о Таиланг какой-то. Ага, да. Похоже на Таиланд больше. Да. У меня какое-то одно окно светится. Мне казалось, что отель какой-то был. А там написано отель. А не подписано какой? Я не увидела. Ясно. Наш мужественный капитан. Тут такой запах солярки стоит. Реально солярки. Курсирует прямо одна за одной. Вообще, тут такое движение. То есть, это очень популярный вид рост. Они не машут. Они тебе не туристы. Я помахала пацанам, никто не ответил. Очень странно. Жара липкая. У нас просто вот так вот течет все. Маска течет. То есть, вода, прохладу вообще не дает. Вот, кстати, нас уже лодки, да, уже стоят на бое. Значит, мы сейчас уже причалим. А мне кажется, мы еще далекийенько поедем. Ух, вообще, от воды еще жарче. Ну, вот, в принципе, мы едем близко к другой стороне, но пока еще не причалим. И лодочки стоят везде. Ну, я думаю, если, не дай бог, что с лодкой уже некогда будет их надевать просто. А на противоположной стороне там всякие сувениры, там, платья, ну, такое. Ну, из рынок такого, ну, не текстиля, да. Ну, да, 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 да. Ну, да, да, да. А чего, сувенир? Сувенирного, да. Направление. Ну, вот, только я камеру выключила. Так как мы сразу начали побежать. Ну, ехали всего-то минут 6-7, может, да? Угу. Ну, нормально. Если без масок вообще замечательно, ну, уж уж поделать. Да, в масках дико жарко, и так как бы пароварка под маской. Да, такая пароварка у вас просто течет все. Покажем вам пришвартовочку. Нам тут все, все, люди уже побежали. Да, люди еще, тут еще так можно при остановке подлететь в воду, но я думаю, они просто уже... Они уже наступают. Они уже научи, они каждый день это делают. А вот другая лодочка уже отъезжает. Так, поехали, будем перепрыгивать сейчас. Не-не, я вроде пройду, главное камеру не уронить. Все, народ, вот так мы и прокатились. Ух, хорошо. И сразу же попадаете на сувенирный рынок. О, customer service. Сейчас идем узнаем, но пока что. Подписчиками народ, вот такое сейчас у нас было видео. Прогулка по набережной Крик, покупка конфет, проба шейков и всяких интересных... Шейков? Шейков. Шейков и всяких интересных, вот, таких острых штучек. И прогулка на лодочке. Обязательно попробуйте это, когда будете в Дубай. На лодочке вообще супер. Это супер. Замечательно. Всем счастливо, всем пока. Подписывайтесь и ждем вас на нашем канале.